В районном доме культуры Шесть дети отправились смотреть сказку под названием «Новогодние проделки Бабы-Яги» в постановке дипломанта Академического малого театра, народного, театрального и всеми любимого коллектива «Твит». Юные зрители, не отрывая глаз, следили за происходящим на сцене, смеялись, удивлялись и переживали за полюбившихся персонажей. Их нужно соучастниками сказки сделать, чтобы они сопереживали и чтобы не было страшно. Потому что дети, я говорю, в основном маленькие, музыкально должно быть номера. Долго, много текста, они будут плохо слушать. Поэтому минимум текста, музыкальный и интерактив, игровой. Вот на этом построено с малышами все. Еще мне кто-то шубку украл. Да, и снега нет вообще. Все это. Ой, слышите? Завершилась добрая сказка веселой новогодней песней, под которую танцевали не только актеры, но и ребята. Все, что было задумано режиссером Ларисой Гейлис, осуществилось. Дети и их родители остались довольны. Какие твои впечатления от сегодняшнего спектакля? Хорошие. На самом деле попали как будто в детстве в сказку, да? Да. Прямо, наверное, из того, что мы в этом году увидели, это самое стоящее выступление, спектакль, который мы увидели. Ну и главное, что ребенок счастлив. А Алиса Мастерова призналась, что благодаря актерам коллектива «Твит» не только ее дочка, но и она сама поверила в чудеса. Чтобы детки верили в сказки. Деда Мороза, Бабы Югу. Очень ярко, красиво все. Новый год – это волшебный праздник, в который исполняются все загаданные желания. А как сказал французский писатель Дени Дидро, чудеса там, где в них верят. И чем больше верят, тем чаще они случаются. Анастасия Воронина, Владимир Бежонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.